включу заново так и вот она ссылка еще раз ее во вконтакте кидаем до нем и вот здесь вот skype чтобы видеть то что я вижу на мониторе единственное что он будет посмотреть рекламу но это 15-30 секунд должно быть не больше так но я пока тогда отключаюсь если что тогда в записи если что-то важное будет скажите я посмотрю хорошо хорошо так ну я предлагаю использовать наши репозитории то есть этот cloud 9 виртуальной машины у данилы насколько я понимаю аккаунты гид хайп есть значит он может залогиниться и запросить доступ на редактирование ярослав ты можешь делать то же самое когда мы сможем сейчас один тот же файлик редактировать вместе я ссылку дал на саму собственно среду разработки skype да я вижу что да она она у всех это она отдала дети она у всех открыто на просмотра вечер на твиче и вот ссылка я скину вот мы можно смотреть то через твич так проще потому что есть там только чуть переключает уже видно вот чтобы участвовать можно использовать эту ссылку но так вот ярослав я подключился да ритон ли режим да вот там где collaboration справа разверни и запросить доступ чтобы мог тебе это дать доступ на редактирование а но получилось что-то я не очень понимаю ну можешь скриншот сделать не спеши покажи что ты видишь мышь я не там сказал машина сверху зелененькая должна быть такая панелька лишь не помню как это делается да не у тебя получилось зайти по ссылке не у меня куб висит а вот правой кнопкой запрос отправлен так странно сейчас эту страничку обновлю меня почему-то не пришел в режиме время странно так вот подключение сегодня почему у меня запрос не пришел вот повторного лучше не отправлять потому что там есть проблемка всего повторно при этом потом все как-то влече так сейчас еще раз я попробую найти можно ли пригласить так может правой кнопкой на мне нажать там нет не работает как же ты вспомнил вот помнишь я туда я все я вспомнил нам нам тут влад нужен потому что он создатель этого дело я не смогу доступ предоставить короче надо будет сейчас либо отдельно репозиторию сделать в смысле отдельно в том мужчине либо написать может только я посмотри да посмотри так ну ладно тогда тогда либо через трансляцию либо я сейчас скажу как я файлик назову так значит что у нас первая страничка пользуется ну вот так и назовем user html файлик создал вот как зашел он у меня сверху какая-то надпись зеленая you are in red only mode клик он да нажми на нее вот как влад будет он это даст доступ потом ну пока только в режиме чтения погоди посмотри я например сейчас мне ни один файл не открыт а для того чтобы видеть изменения в том или ином файле вот например ты создал файл user html да дважды на него нажми вот да вот данил то же самое может сделать то есть дважды нажать на user html тогда можно в режиме реального времени видеть какой то набирает текст ну или это видеть через еще я вижу курсор с задержкой вот все оба подключились а тем у меня например фон черный а у кирилл от персональных настройок зависит настройки это правый верхний угол да шестеренка шестеренка такая а у меня нету а у меня пустой как бы html вообще помню сейчас вот такое есть так так здесь пустой ну давайте добавим что еще будем так то есть ирослав может там сделать а я не могу получить только я могу сделать а там почему это виртуально два курсора потому что один я другой ярослав а мой а твой а твой фиолетовый вот я его вижу а у меня нету курсора я не ставил курсор ставил у тебя перед head стоит ты можешь пощелкать то есть выделять можно а редактировать нельзя типа то есть это все из-за того что виртуальная машина создавала Влад так же как и репозитория то есть у меня просто есть права на запись но я не могу раздавать доступ так значит что нам надо это должен быть и не код так 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 но напишем машинская сейчас да мы с вами чужой скайп если тогда сейчас напишем так ну я комментирую что html файловым стандартными тегами открывающимися и закрывающимися html внутри которых head заголовок и body само тело документа так еще еще а вот доктайп в самом начале самая первая строчка это тип документа доктайп html ну да он позволяет однозначно указать что это html 5 используется чтобы браузеры точно нас понимали а вот эта строчка метод чертсет и tf8 он говорит о том что мы можем здесь использовать символы в юникоде то есть на любом языке писать свободно да рекомендуется это указать вот в принципе браузеры по умолчанию новые браузеры по умолчанию считают что tf8 но лучше указать а кстати почему то он не внутри head кто а это я это я ошибся так что еще нам надо ну что мы будем будем ли использовать bootstrap я тут его уже использую можно его просто сеть подключить я например не умею поэтому мне было очень было интересно посмотреть как это делать тогда сейчас покажем вот собственно эти файлики уже здесь лежат поэтому мы подключаем css вот дальше что нам еще bootstrap и у него и собственно java script включили java script все да 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 ты знаешь что такое bootstrap я сейчас ссылку дам на вот bootstrap это css framework он позволяет сразу будет скажем так собирать страничку из готовых компонентов в которых заранее есть стилистика по телефону говорил что такое было просто мне а bootstrap что такое знаешь а где это находится а я не знаю что это ну вот это как сказать дополнение для того чтобы можно было удобно делать html красивым и быстро вот это довольно популярная штука по-моему ее делали создатели twitter да да вот знакомая а в чем это отображается то есть как это в этом в чем это отображается как визуальные эффекты на странице это красивости и это самое логика сейчас при наведении он может менять свое ну в общем короче динамичность вот я тут еще добавил три строчки я могу такой вот сделать эштимальный комментарий чтобы было понятно это для того чтобы айфон и прочие мобильные устройства все это понимали вот эти две строчки это только для айфона сейчас я так и напишу чтобы можно было чтобы можно было сделать страницу в качестве приложения сразу то есть превращать аштимальную страничку в приложение которое можно прямо с домашнего экрана айфона нажимать кнопку она будет открываться я видел я видел на одном из видео кости там действительно заходя на страницу можно нажать там какую-то кнопку и тогда он ярлычок на рабочий стол попадает в телефоне да именно так ну фактически это ярлык на сайт да но он работает в таком режиме что он по сути является приложение прикольно то есть он закачивает css html все да и все равно он к серверу ну конечно он может к нему обращаться ну просто можно написать это приложение так что ему не потребуется обращаться к серверу вот то есть приложение можно писать таким образом чтобы он использовал локальное хранилище а при синхронизации то есть когда интернет появляется он будет синхронизироваться с интернетом с облаком и обновляться это очень удобно я считаю что это будущее локальное хранилище я уже использую уже сейчас можно редактировать цепочку так значит первая эта строчка это у нас так чтобы она есть и и и и и и так соответственно здесь тоже комментарий напишу стилы и здесь собственно скрипты они они в этом файле объединены поэтому их легко подключать так так собственно вот у нас пустая страничка мы можем открыть чтобы сделать можно скопировать название странички сейчас вот сейчас это пустая белая страничка так а 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 погоди а дальше нам дальше контент фиба так где у нас там картинка а а а а а ну я бы вот сделал две колонки ну два дива которые в зависимости от размера страницы либо справа слева либо сверху снизу вот даже это будет страничка мышь мы поставили задачу сделать страничку пользователя то что сейчас говоришь это не совсем она ну пользователь у него есть свой вот давай возьмем существующего беттерминс получается здесь есть сейчас ну вот пользователь общее имя под ну беттерминс да общее есть какие-то данные есть задание а у нас скорее всего будут какие-то общие ну там меню какое-то да и дешевший человек то что человек может этот тот человек хочет посмотри одно дело как бы если мы хотим что-то добавить сразу да типа хочу муку ну не знаю мне кажется это не совсем рабочий вариант я не просто вот как сказать мне кажется что сейчас проверю если беттерминс например взять и уменьшить в размерах а ты ничего не меняется да он нам не приспособлен для мобильной версии да да то есть он не резин как он резиновый он меняет конечно размер но он не перепрыгивает я могу тебе конечно сделать дело чтобы на мобильном телефоне было по-другому но и и на маленьком экране ну ладно давай мы это просто отдельно сделаем какая разница вот у нас есть эта страничка юзер я сейчас просто копирую содержимое сделаю допустим новый файлик назову его старт допустим начальник страничка и там сделают ровно то что о чем ты говоришь то есть что это такое у нас если нужно диву две штуки как это делается допустим у нас здесь так если вот прям сейчас так посмотреть на страничку сейчас опять скину вот то будет у нас просто две строчки в начале страницы вот чтобы у нас это все дело за bootstrap я обычно смотрю документацию bootstrap я же не запоминаю на самом деле ничего а есть еще просто более простые варианты посмотреть как я это для этого делал есть у меня 7 индексы HTML там 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 что у нас есть я честно говоря bootstrap вообще никогда не работал но делаю все по примеру то есть где-то что-то нашел и это скопировал короче у них есть сетка да она состоит из 12 колонок вот и есть классы можно что-то обозначить как строку а что-то можно обозначить то есть можно задать размер по высоте и по ширине по сути то есть если мы говорим что нечто является колонкой то она внутри этой как он называется строчки размещается в виде блока с шириной в зависимости от того как называется этот класс этого блока я думаю что совсем непонятно объясню короче короче если мы допустим вот давай пополам получается call md6 call md6 два дива так на глаз да вот вот пример 6 так это два дива а еще наверное один див это то что что ну общая информация о человеке а где она будет сверху снизу слева снизу я думаю сверху ну вот во вконтакте например там сверху и раскрывающийся список ну пока мы ну короче мы вместо того чтобы создать вот это вот там где пост создается да вместо того чтобы там размещать текстовое поле мы размещаем там кнопки могу хочу так короче вот неправильно создался создал элемент row так вот нам нужен нам нужна строчка то есть контент с пользователем это будет строчка потом следующая строчка прям поднял будет собственно вот хочу могу пополам делище экран так сейчас попробуем смотри что получилось страничка старт ну да вот они разделили экран пополам так теперь если мы это уменьшим как это будет выглядеть так теперь если мы это уменьшим как это будет выглядеть страница старт html на открою а кости сейчас сделал копию я ссылку скину вот а да уже только что скидывал да получается мы сейчас проверим насколько это удобно хорошо и красиво так да я попробую да нет ты вообще понимаешь что происходит задавай вопросы кость я сейчас две минутки по телефону мне позвонили угу понятно ладно давай пока ты там две минутки я попробую сделать из этого что-то еще более симпатичным не просто блок а что-то как минимум похожее на кнопку так у нас есть баттеры да ну например попробуем зеленую кнопку из этого из этого из этого из этого из этого мы сделаем си си а bootstrap js и jquery js ну вот что получилось видно погоди не торопились если экран большой то две большие кнопки которые делят экран ну да ну вот они нажимают но даже а если его уменьшаешь то они перескакивают да они сейчас перескакивают они просто становятся кнопочками подряд вот но мы можем это сделать чуть-чуть иначе так погоди еще секунду дай 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 короче так далее добавил что это баттериан здесь что перебиваю да это был вопрос ко мне да ты видишь что происходит или у тебя демонстрация работает вообще у меня демонстрация постоянно зависает каждые две минуты поэтому приходит перезагружать я вижу у меня получается поделилась зеленая кнопка истинья но зоника наполовину как бы ее не видно скриншот студию а нет это происходит если у нас экран маленький вот вот а у меня пополам так сейчас секунду короче мы сейчас есть контакты скрин о а сейчас я сделаю еще вариант для маленького экрана скринь не не слушай наверное не надо бтн ставить то есть делать дивы но это не кнопки а потому что кнопки ведут себя по всей видимости другому не почему они ведут себя очень даже так как нужно а ну я вообще думал что хочу могу это такие блоки где там список ну список располагается который имеет размеры и здесь же кнопки когда уменьшаются вот у меня по крайней мере они сразу очень маленькие сейчас я одну идею сделаю чтобы вот ты говорил о том чтобы на мобильном устройстве это выглядело вертикально я попробую сейчас это сделать так для этого я просто еще повторную версию этого делаю только уже в двух разных строчках вот и на сразу на 12 клеток чтобы они были шириной так так значит это сделать контакт не погружается такая или видно с фотографии которые я выглядел так ага вижу интересно а еще одна да то есть погодите я слишком медленно так костя сделал еще две кнопки которые вертикально на секунду а вот а две строки две кнопки сделал так и вот здесь что-то я уже немножко сам запутался ну-ка а да есть теперь нужно сделать так чтобы один вариант отображался только на больших экранах а другой вариант отображался только на маленьких вот соответственно или вот как это делается так что-то я сделал еще один ролл зачем-то а все понятно значит вот эта штука будет первая которая пополам делит горизонтально она будет не отображаться на маленьких экранах вот а вторая будет не отображаться на средних размерах экранах сейчас посмотрим что получилось что-то получилось что-то получилось не очень что-то странное hidden sm hidden md а я точку поставил точки не нужны так сейчас что-то что-то меняется вот если совсем маленькие странно с размерами все я не туда класс прописал вот сейчас должно быть и можно наоборот на оборот анализе сделать то что-то что-то не не что-то Во. Вот сейчас оно стало почти как надо. То есть на среднем размере экрана оно горизонтально, на маленьком оно вертикально. Но дело в том, что существуют ещё размеры экрана. Есть Extra Small ещё. Вот с чем дело. И есть не только Mid, но и Large, то есть четыре вида размера. Поэтому сейчас ещё два класса добавлю, и оно будет выглядеть совсем так, как хотели. Если я делаю кошку маленьким, то всё ещё знает. Да-да-да, так и сделано было, сейчас я это исправляю. Четыре варианта кнопок. Интересно. А если кнопку создавать? Нет, нет, не кнопку. Смотри, ты видишь, что я сделал? Посмотри, файликс там. Я понял. Четыре кнопки. То есть восемь кнопок, да? Получается четыре пары. Сейчас четыре кнопки. Но на одной паре кнопок два стиля МД и ЛГ. А на другой паре см и Extra Small. То есть Small и Extra Small. То есть маленькие и очень маленькие. Вот, сейчас должна правильно отображаться. Вот, сейчас должна правильно отображаться. Ой. Ну да, вот теперь на полном экране они у меня делят пополам. Так. И вот как только... Ага, Extra Small почему-то не работает. Сейчас. Я понял почему. Похоже здесь действительно будет множество четыре варианта делать. Четыре копии. Ну вот так вот получается. В этом плане, конечно, такая простая идея уже предстоит будет выглядеть так симпатично. Но, тем не менее, ладно. Вот вычит прототип. Пока что это возможно. Может быть еще будет более умный способ это сделать. Я пока его не знаю. Так. Неинтересно, почему когда Extra Small он уменьшает размер кнопок. Потому что он, наверное, использует какой-то стиль помолчения. Вот сейчас я поменял. Сейчас все должно быть нормально. И колонки XS сделал, да? Вот. Да. Теперь насколько бы маленьким оно не было, не было оно вертикально. После средних экранов и для супербольших оно горизонтально. Все. Вот это делать с четырьмя вариантами. Отлично. Ну, теперь тебе чуть-чуть понятно, Ярослав, как быстро работает. Да. Очень хорошо. Так. Теперь мы можем это делать как кнопки. Но можно и кнопки. Вот. Кнопки я сделал, чтобы они были цветастые и у них была какая-то граница. В принципе, можно им высоту задать, тогда они будут более объемные. Да. Здесь можно перестать какой-нибудь сделать свой уже. Да. Ну, давай вернемся к картинке ТЗ. Что ты хочешь следующим сделать? Так. Сейчас. Вот. 68-й проект. Картинка. Свертать страницу человека. Вот мы тут видим общую информацию. Например, да. День рождения. Родной город. Место работы. Языки. Братья и сестры. И так далее. Это ВКонтакте. Понятно. А вот что нас интересует. Вот. Мне бы хотелось предложить это как деловую среду. То есть, человек заходит, у него есть некая потребность реализовать от себя свои там таланты, да. С одной стороны, с другой, ну, свои продукты. И с другой стороны, что-то за это получить. Вот. При этом, ну, в принципе, наверно важно, как этого человека зовут. Какой у него номер мобильного телефона, какие у него контакты. И. Так. Образование. Это, наверное. Какую информацию мы бы хотели видеть о человеке? То есть, вот есть социальные сети, обычные. Там люди общаются, переписываются. А есть деловые или экспертные, вот еще сейчас про это речь идет. И там, скорее, важно не то, какие взгляды у него там на мир. А важно в его сфере деятельности, хороший он профессионал или плохой. То есть, по отраслям. Я вот, кстати, общался с ребятами по экспертной сети, да, который вот коллаб. Я, кстати, могу презентацию скинуть. Коллаб.про. Ну, суть такая. В общем, экспертность, она не бывает там, допустим, от нуля до единицы. Или от нуля до ста. Экспертность по многим-многим-многим параметрам. И, так, ну здесь, наверное, сейчас не посмотрим. Ну, вот, например, скидываю ссылку. Вот, откройте. Здесь есть компетенции. То есть, есть список людей и список их компетенций. Они зашифрованы. Ну, то есть, есть список, например, 1.1.2. Управление IT-рисками. 2.4.2. Бизнес-аналитика. Там 1.6.1. Введение бизнес-приложений в интернет. Вот. По этим капитациям от нуля до единиц. Так, сейчас секунду. Алло. Ну, ничего. Я не знаю. Может с твитингом стоит. Это не бесплатно? Да. Бесплатно? Так, алло. Да. Ну вот, получается, у человека есть набор того, что он имеет. Вот, например, какой-то тестовый умеет прям очень много чего. Там информационно-безопасность, системные ПО, серверы приложений. А другие люди его оценивают. Вот, например, он заявляет, я хорошо управляю финансами. Да, 2-2-1. А другие его оценивают, да, действительно он хорошо разбирается в финансах. Или наоборот, там нет, он плохо разбирается. И вот, фактически мы... А где там, Раслав, где оценки? Оценок здесь нет. Оценки, ну, то есть они здесь не отображаются. Оценки внутри системы предусмотрены. И они выставляются, ну, или вернее, как, они подтверждаются рецензиями. А оценивают только другие эксперты, которые тоже в этой области, ну, являются профессионалами. Вот. То есть, если я, например, эксперт, там, в бизнес-аналитике, и оцениваю эксперта в управлении IT-рисками, ну, моя оценка будет нулевая. Вот. А если мы все из бизнес-аналитики, то да, я его оценю, и мой вес, мой голос будет учтен. Ну, это ладно. Вот, значит, мы сейчас сделали шесть кнопок, да, которые отображаются в полочереди. Восемь. Либо две, либо две, либо две. Либо вертикально, либо горизонтально. Да. И сверху еще вот этот пустой дифф, который заполнить информацией. Информация, ну, вот, как пример, ну, пускай вот так вот, если скопировать, сюда, вот эту информацию, например, вывести о человеке. Ну, перед этим еще фамилии, имя, отчество, и там какую-нибудь фотографию, да, и контакт их данных. Так, ну, давай пробовать. Или, или, погоди, или это компетенция, то, что человек может, да, предоставить, или нет. Это то, что его компетенции... Он, с одной стороны, может предоставить экскаватор, да, и он является бизнес-аналитиком. Но какую услугу из бизнес-аналитики? Короче, это информация для размышления. Вот, Данил, а ты как считаешь? По компетенции пока нету мысли четких. Ну, вот навыки, да, у тебя здесь было? Потребности, ресурсы, проекты. Навыки, я просто указываю навыки, допустим, там, фотошоп, там, ну, и уровень, там, по десятибалльной системе, ну, к примеру. Либо, там, конкретно, там, навыки фотошопа чего, там, ретушь, там, ну, там, конкретные навыки фотошопа я вычисляю. А когда я, допустим, делаю проект, показываю, что мне нужен дизайнер с такими-то навыками, в таких программах работает. Ну, открою секрет, вот, ну, не секрет, в общем. Есть человек, Борис Славин, он уже много лет продвигает экспертную сеть, да, создание, и сейчас он совместно с ребятами, ну, то есть, сначала это через фирму IT, делали там грант, получили, в общем, сделали, это называется, экспинет, сайт. Ну, я, я сейчас расскажу, да, и скажу, к чему я это все говорю. Вот, есть сайт, экспинет, значит, возникла некая проблема, то есть, сайт сделали, но он работает в ручном режиме, то есть, там сидит человек, который экспертов проверяет и передает задание. Существует большая проблема у больших корпораций. При решении, там, какого-то вопроса, например, проложить трубопровод, стоит, не стоит, или, там, Керчевский, там, какой-нибудь там, необходим экспертное заключение по какому-то вопросу. А эксперты раскиданы по всей территории, там, России, и вообще, мало информации о том, где они есть или где их нету, вообще они по всему миру раскиданы. Вот, для того, чтобы их использовать, а их труд очень дорогой получается, его невыгодно брать на зарплату к себе, на постоянную. Его выгодно нанять один раз, заплатить за это денежку, таким образом. А эксперты, они сидят, тоже денежку хотят получить, и желательно в автоматическом режиме, чтобы корпорации находили хороших экспертов, да, эксперты находили хорошую себе зарплату, доход. И, значит, через фирму IT делали-делали, в общем, потом разругались, и экспинет, вот, в том виде, в котором есть, он существует, дальше он развиваться не будет. Сейчас вместо него collab.pro, который разрабатывают там несколько ребят, ребята не очень идут на контакты, то есть у них бизнес-подход, система закрытая, исходный код открываться не будет, что меня, собственно, не устраивает. Тем не менее, вот, собственно, Морис Славин, мужик очень хороший, сейчас могу на него ссылки скинуть заодно, он за открытые системы. Я с ним лично не общался, он пока еще там, по-моему, не в Москве, но он будет в сентябре в Москве. Вот ссылка на его. И мы можем ему предложить свои услуги. Решение того, чего он хочет. Он является очень мощным таким гуру, который знаком с многими-многими компаниями, и большими компаниями, и государственными организациями, и экспертная сеть, она очень большая, много знакомых, как в Москве, так и по России, по СНГ. И мы можем предложить ему инструмент, который позволяет людям, мало того, как эксперты выступать и общаться между собой, но еще и предлагать проекты, и участвовать в проектах, и получать с этого долю. Ну, то бишь, это будет записано, да, зафиксировано. Вот как смотрите на это видео. У меня вообще сайт не открывается. Что? Сайт XP.net не открывается у меня. Ну, попробую ВВВ. У меня открывается... Идея хорошая. Да, открылся. Ну, я к тому, что мы, делая сейчас там маленькое дело, в принципе, мы имеем большие перспективы, если мы это сделаем достаточно красиво. Вот, я предлагаю, давайте сделаем вот эту верхнюю дифф в виде экспертных навыков. То, что я скинул сейчас в скайпе. Да, кстати, уже еще один час прошел. Так. Ну. Я, в принципе, тут, кстати, на тему bootstrap, пока ты там рассказывал про эту экспертную сеть, все-таки упростил. Можно сделать, чтобы было всего четыре. Диво. С данными. Вот. То есть, те, которые внутри одной строчки располагаются, и те, которые построчны. Ярослав, меня слышно? Да, тебя слышно. Я сейчас, честно говоря, думаю, мы можем вот, ну, зафиксировать то, что за этот час сделали. Это уже есть, да, можем даже сохранить. И начать следующую итерацию. Мы как приписа подряд нормально нам. Не, ну, что можно сейчас сделать по-быстрому? Ну, хотя бы внести, то есть, набросать, как будет выглядеть профиль пользователя. Да, то есть, что будет сверху. Ну, давай сейчас сделаем, как, остановим запись и следующий час. Ну, давай. Относим. Субтитры сделали. Всего.